Каждый год 9 мая по улице наших городов идут ветераны Великой Отечественной войны. И с каждым годом их все меньше. Солдаты уходят навсегда. Пройдет еще несколько лет. И кого увидят наши дети на Параде Победы? И смогут ли они рассказать уже своим детям, листая старый семейный альбом, кто этот паренек в пилотке со звездочкой на пожелтевшей от времени фотографии? И что за подвиг он когда-то совершил? Есть долг чести и памяти. Наши в силах его отдать. 9 мая по всей России и в десятках зарубежных стран прошли колонны бессмертного полка. Вспоминали ветеранов и в селении Османю. Чистые, наивные души, не знавшие мести. Сглоняли колени за правду, что была не нужна. И в память им белые огни, и черные ленты. Когда все улыбались, где-то шла война. В никуда уходили солдаты и дети. А дома, мать им белые огни. Участников шествия поприездил и поздравил с Днем Победы заместитель главы администрации муниципального образования Хасавертовский район Руслан Амаев. Уважаемые отношения, я поздравляю вас с этим знаменательным Днем Победы. Желаю, чтобы всегда вот так вот светило нам ярко солнце, вот так вот свело все вокруг. И чтобы эти светлые дни никогда не обращали войны. В первую очередь, я хочу сказать, что да, действительно, победа далась нашему народу нелегко. Почему? Потому что мы знаем из истории, что мы потеряли в этой войне более 27 миллионов человек. Из Дагестана были призваны в советскую армию более 180 тысяч человек. Из них, будем говорить, 14 тысяч были призваны из Хасавертовского района. Из этих 14 тысяч, более 3 тысяч, это наши земляки, чеченцы, хотя остальные тоже наши земляки. Но именно наш народ, который, будем говорить, был оклеветан и сослан, как говорят, народе Сибири. Но, тем не менее, однако, за этот, будем говорить, промежуток времени, мы доказали и миру, и всему человечеству, что, действительно, наш народ, он храбрый, он гордый, он мужественный, он героический. Это говорит о том, что 11 героев Хасавертовского района, из них, будем говорить, чисто обозначенные только двое, это чеченцы. Остальные тоже мы знаем, кто из них есть, но не будем даваться. Но, тем не менее, я горд за наш народ, я горд за весь Советский Союз, что в этой войне мы объединились в единый кулак и нанесли сокрушительный удар по фашизму. Здоровья вам, добра и мира! В этот солнечный победный день учащиеся местной школы читали стихи и пели песни военных лет. Глядим всю жизнь в лицо поступков, то славным, то бесславным иногда, а смерти, не подверженной уступкам, всего лишь раз, то листекли годах. Тут важно, чтоб не вялость и усталость к последнему порогу привели, и чтоб на память о тебе осталась не только гость кладбищенской земли. Мир помнит батальон артиллеристов и жителя селения Османюр. Прогнав из Мелитополя фашистов, приблизив в честь победу он салют. Мир помнит, своею смертью обессмертил имя. Отчаянный чеченец на века оставил в душах следний изгладимый у всех, кто знал его хотя бы слегка. Вот, Мелитополь, ты ворота Крыма, бой за тебя, войну смертельным был. Но молодежь об этом не забыла, там бы и Булатов подвиг совершил. За пятью пять от нечисти фашистской, когда в огне не видно лиц друзей, сражались ради жизни нашей чистой, и погибали сотни сыновей. Пылало солнце и кричало небо, от крови погровевшая земля. К бойцам взывало, пусть придет победа, а с ней мир в леса, луга, поля. Стояли рядом армянин и русский, чеченец-украинцу ближе стал. Татарин был, плотнуюсь с белорусом, и каждый Мелитополь защищал. Бесстращие им сердца на части рвутся, с одной мыслью на врагах вперед. Герои рукопашные дерутся, чтоб замолчал фашистский пулемет. И бей Булатов, город защищая, своих сестер, родителей, крестьян. В селе, родную школу вспоминая, как будто воевал за Дагестан. Что, командир, тебе всего лишь тридцать? Да плюс один, а впереди вся жизнь. Но отчего же потемнели лица друзей? Постой, не умирай, держись! Идет вперед, кто смерти не боится, И пулемет врага на миг застыл. Сейчас должно здесь все уже решиться, Ведь это ты вел бой, наш командир. Тебе бы жить, товарищ Бей Булатов, Детей растить, да в школе обучать. Цена победы, дорогая плата, Нам за нее сегодня отвечать. Закрыл ты сердцем тот медовый город, Ему отдал ты молодость и жизнь. Поэтому здесь всем безмерно дорог. Твой подвиг учит Родине служить. Спасибо всем, кто жизнь отдал, За Русь, родную, за свободу, Кто страх забыл и воевал, Служа любимому народу. Спасибо вам, ваш подвиг вечен. Пока жива моя страна, Вы в душах наших, в нашем сердце, Героев не забудем никогда. Сегодня, завтра и после Утро наступит. Но кто-то останется в прошлом Всегда во вчера. Временем, ливнем, слезами Поле боя размоет. Их вечные сны успокоит И накроет дрова. А в памяти белые камни И черные ленты Когда все улыбается Где-то шла война В никуда уходили Солдаты и дети А дома матери ждали Лишь их имена Болью истерзаны письма И последние строчки Но жить будут вечно Их души В дыхании огня Юные поты Цветы молитвы Горящие свечки Ничто не залечит Боль в сердце И мне обнять отца День Победы Долг каждого человека Сберечь память Об этом выдающемся дне Пусти немногие участники Великой Отечественной войны Которые дожили до наших дней Видят, знают, что их дело Их подвиги Гибель их товарищей Были не напрасны Что память о них не угасла И отблески тех боевых лет Будут освещать путь новых поколений А День Победы Всегда будет оставаться Великим Днем Единственным праздником Которого встречается С радостным замиранием сердца И одновременно Со слезами